Добрый день, друзья! Меня зовут Георгий, и мы, как и обещали, рассказываем вам, как ездить по нашей новой трассе быстро и безопасно. И давайте начнем с нашей первой части. Первый 90-градусный поворот. Ориентиром для правильного входа является вот эта надпись, Рома Спорт. Проезжаем эту надпись, поворачиваем руль и устремляемся в середину следующего поворота. Где-то, где-то в районе вот данного белого блока у нас будет апекс. Касаемся апекса, это означает, что мы проезжаем максимально близко к внутренней части поворота и отсюда распрямляя руль, уходим на внешнюю часть трассы. Выезжая на внешнюю часть трассы, выравниваем себя параллельно внутреннему отбойнику и дальше двигаемся в сторону нашего первого торможения. Ориентиром для торможения является вот эта зона, где начинаются ворота и где мы съезжаем с вот этого покрытия матового снова на асфальт. Отсюда нажимаем на тормоз, тормозим по прямой и как переезжаем вот эту линию своим условным сидением, поворачиваем руль в поворот, отпуская тормоз. Как видите, у нас стоят столбики, они идеально показывают апекс. Доезжаем до вот этих вот двух белых линий и при пересечении белых линий нажимаем на газ. С нажатием на газ мы устремляем нашу машину на внешнюю часть трассы и пытаемся выехать максимально близко к внешнему отбойнику. Здесь нам надо иметь в виду, что перед следующими двумя быстрыми 90-градусными поворотами нам надо сделать заход. Соответственно, нам надо выйти и использовать три четверти ширины трассы. Три четверти оставляем изнутри, а две четверти остаются снаружи и заезжаем в следующий поворот, не отпуская газ. В следующем 90-градусном повороте у нас ориентиром для апекса являются вот эти два авиационных балла. Соответственно, здесь вы увидите два красных блока, которые и будут у нас вот этой вот линией, вдоль которой мы будем ехать ближе всего. Далее выезжаем в середину ширины и, сохраняя один и тот же угол поворота руля, протягиваемся до следующего последнего в этой связке 90-градусного поворота. В последнем 90-градусном повороте нам надо иметь в виду, что на входе, так как здесь покрытие менее абразивное, машина может показаться, как будто она отказывается поворачивать и как будто ее даже подсносит. Но имейте в виду, что в самом конце этого поворота у нас находится снова наше покрытие с высоким уровнем зацепа, с высоким уровнем абразивности. Здесь машина всегда зацепится, всегда скорректируется. И на этом наша первая часть заканчивается.